всем привет вы смотрите маклик без и с вами как обычно я лёха бухаров сегодня я хотел бы поговорить вскользь об одной очень интересной вещь связанной со взаимодействиями техники apple разных платформ а конкретно я хотел бы поговорить о том как apple строит свою внутреннюю экосистему и как здорово делает так что одни устройства работают с другими просто прекрасно мне очень нравится идея устройства apple tv если кто-то не знает apple tv это телевизионная приставка от компании apple небольшая коробочка которая подключается к телевизору и помогает удобно потреблять контент с помощью этой приставки удобно смотреть фильмы сериалы и прочее но вопросы платных сервисов мы оставим за пределами этого выпуска я хотел в первую очередь акцентировать внимание на очень классном сервисе под названием airplay airplay позволяет потоково транслировать медиа данные с ios устройств на непосредственно телевизор на данном этапе apple tv есть в двух конфигурациях самое последнее четвертого поколения и предыдущее третьего поколения обе они оснащены функции airplay но по текущему курсу возможно что их цена окажется достаточно сильно завышен если же вы не хотите приобретать эту приставку но по-прежнему хотели бы воспользоваться всеми функциями airplay то существует некий костыль который поможет вам воспользоваться этим прямо своего mac я давно искал подобное решение так как мой домашний аймак сам по себе является медиа сервером и постоянно подключен к телевизору через который я просматриваю разного рода фильмы и tv-шоу для этих целей существует программа air server приятно что она есть версии не только для mac os x но и для windows и она собственно и позволяет на программном уровне реализовать поддержку airplay у себя дома сразу же могу сказать что программа не бесплатная она предоставляет 7 дней бесплатного пользования а далее консюмерская лицензия стоит 15 долларов как обычно тут уж вам решать что вам выгоднее и нужно ли она вам вообще я это приложение приобрел и сейчас хочу рассказать о том как она работает и как работает функция airplay в общем после того как вы ее скачаете и установите она появится у вас в программах если ее запустить то в общем то ничего и не произойдет это вполне ожидаемо а само приложение начинает жить в статус баре вот под этой иконкой давайте начнем обзор с настроек мы переходим в пункт меню preferences и открывается небольшое количество настроек но прежде всего на вкладке general вы можете задать имя вашего компьютера это то как будет отображаться ваш компьютер в airplay а также если хотите можете задать пароль но так как эта система работает исключительно в домашней сети то не всегда имеет смысл ставить пароль на вкладке аудио вы можете выбрать тот тип аудио выхода который вы хотели чтобы использовался именно с airplay так бывает что к компьютеру может быть подключено несколько различных аудио устройств там например по bluetooth или по кабелю и возможно вы хотите чтобы в качестве звука от airplay использовалась конкретная здесь его можно выбрать на вкладке дисплей вы можете выбрать тот экран на который вы хотите чтобы пришло изображение airplay обычно я ставлю свой sharp lcd так как это мой телевизор но для того чтобы показать вам как это работает я оставлю выбор на аймаке также не не лишним будет поставить галочку always on top она позволит окну с изображением от airplay случае с оконным режимом всегда оставаться сверху остальных окон на вкладке мирреринг можно задать качество изображения который идет по миррерингу по умолчанию она идет как ретина high quality но вы можете выбрать какое-то специальное разрешение на вкладке advanced вы можете установить стандартные галочки автоматической проверки обновления новых версий и автоматический запуск при старте системы обе эти галочки я оставил именно так и считаю что так правильно а теперь самое время перейти непосредственно к демонстрации того как работает airplay работы airplay я буду использовать ipad сожалению во время работы airplay я не могу производить запись экрана airplay это такое техническое ограничение поэтому буду снимать его на внешнюю камеру для того чтобы airplay заработал прежде всего мои устройства mac на котором установлен р-сервер и ipad они должны находиться в одной сети после этого я должен поднять вверх шторку центра управления и там у меня появляется новый пункт airplay в случае если в моей сети находится airplay устройство нажав на нее я могу выбрать аймак и также у меня есть переключатель видео повтор я расскажу чуть попозже казалось бы ничего дополнительного не произошло давайте посмотрим что будет если я открою например музыку и включу какую-нибудь песню как видите я вижу обложку и слышу звук в колонках моего аймак поэтому как видите система работает я могу включить другую композицию соответственно она начнет играть обложка изменится так это и работает ну с музыкой все просто давайте посмотрим что можно сделать еще например я могу открыть фотографию и фотография откроется у меня прямо на экране я смогу полистать снимки тем самым демонстрируя их моему зрителю на большом экране также я могу зумировать их тем самым могу заострить внимание каких-то деталях ну то есть здесь все достаточно просто и работает замечательно также я могу таким же образом транслировать видео если я выберу youtube и включу какое-нибудь видео то видите на тайм линии я вижу что видео передается через airplay а у себя на экране аймака либо на телевизоре если установить это я буду видеть изображение видео удобно что я могу тут изменить место воспроизведение она изменится там также я могу вообще свернуть ролик и поискать в этот момент что-то рука воспроизведение будет продолжаться здесь же я хотел бы показать побед что если я выберу окно я могу развернуть его на полный экран тем самым мне будет удобно просматривать видео на полный экран также существует ряд приложений и даже игр которые поддерживают airplay то есть вы запускаете их они каким-то образом используют второй экран то есть у вас например появляется управление в игре только на вашем ios устройстве а все изображение уходит на экран таких игр не очень много но они существуют но наиболее прикольно что если я сейчас опять вызову шторку центра управления и перейду в меню airplay помните здесь есть переключатель видео повтор ну так вот если я сейчас активирует переключатель то я увижу непосредственно изображение с моего айпада таким образом что я могу использовать любое приложение на большом экране всем могу также удобно им пользоваться чтобы отличиться от airplay я также поднимаю шторку центра управления и переключаю airplay на изображение собственного ipad имейте ввиду что air сервер работает далеко не всегда идеально и иногда бывает прерывает связь или производит вещание с прерыванием многое зависит от скорости вашей домашней wi-fi сети но и само приложение не без глючных но в большинстве случаев все работает хорошо справедливости ради также отмечу что и оригинальный apple tv также страдает некоторыми проблемами и не всегда производит вещание по airplay идеально вот в общем то и все что я хотел бы рассказать вам про airplay про приложение air server надеюсь что она вам поможет ссылку на air server я оставлю в описании к этому ролику спасибо вам за просмотр если вам понравилось это видео ставьте лайк также не забывайте писать в комментариях о том о чем вы хотели бы увидеть в будущем примите к сведению что сейчас меня смотрят не так уж и много людей и я в состоянии отвечать каждому лично и высока вероятность того что именно ваш вопрос станет поводом для того чтобы снять новый тематический выпуск всего доброго а